Киев, в котором нет тормозов. Режим Зеленского занимается международным терроризмом. Соучастниками терактов в России были ЦРУ, МИШЕСТ и другие западные службы, констатирует Вашингтон-Пост. Именно они помогали киевскому режиму наносить удар по Крымскому мосту. Ваш пост также пишет, что за убийствами Дарьи Дугиной и Владлена Татарского стоял киевский режим. Газета подчеркивает, преступления эти были совершены по приказу Зеленского. Атака, совершенная в августе 1922 года, является частью бушующей теневой войны. Эти операции представляются как крайние меры, на которые Украина была вынуждена пойти в ответ на вторжение России. На самом же деле они представляют собой возможности, которые украинские спецслужбы развивали на протяжении почти 10 лет, с 2014 года, когда они установили новые глубокие связи с ЦРУ. Да, вышел интересный текст в Вашингтон-Пост, где рассказывается об страшной украинской военщине. Но, не знаю, редакторов Скобеевых, наверное, будут пороть. Тут же прямо сказано, что это ответные действия Украины на вторжение, на полномасштабное вторжение. И получается, что СБУ, ГУР и другие спецслужбы делают на территории Раши все, что они хотят. И хочу вам сказать, что пересказывали эту статью очень выборочно. Ну, во-первых, там было сказано, что все крупные операции, они проходят исключительно по согласованию с президентом Украины. Как вы хотели? У нас все строго. Между прочим, такой порядок везде, и в том числе в российском государстве, когда они наносят удары по каким-то объектам в Украине, будь то почта, будь то дом, будь то что-то еще, в конечном счете решение за Владимиром Путиным. Ну, это так. Почему-то у Скобеевых решили не рассказывать россиянам, что вследствие вот такой координации с западными спецслужбами мы чуть не забаранили начальника генштаба Герасимова. Причем это было еще тогда, когда был жив этот Пригожин, тот, который просил у него боеприпасы. Есть мнение, что его оставили в живых для того, чтобы не поставили на эту должность кого-то поумней и с большим интеллектом. Это наша военная хитрость. Хотя на следующем этапе, очевидно, минуснем и его. Агентство предоставило Украине современные системы наблюдения, обучило новобранцев на объектах на Украине и США, построило новый штаб-квартиры для отделов военной разведки Украины и обменивалось разведывательной информацией в таких масштабах, которые невозможно было представить до того, как Россия начала войну на востоке Украины. По словам официальных лиц, ЦРУ сохраняет значительное присутствие в Киеве. Многие тайные операции на Украине имели четкие военные цели и способствовали обороне страны. Однако взрыв автомобиля, в результате которого погибло, Дарья Дугина продемонстрировал, что Украины используют в качестве оружия войны то, что официальные лица в Киеве называют ликвидациями. За последние 20 месяцев СБУ и ее военный аналог ГУР совершили десятки убийств российских чиновников на оккупированных территориях. Еще раз в тех объемах, которые были невозможны. Невозможно это было представить до полномасштабного вторжения. Опять дед Путин всех переиграл. Посмотрел Владимира Соловьева и принял идиотское решение. Ну а теперь, конечно, только вот мне еще, знаете, что резануло ухо? Там же Маничелло Владимир Путин рассказывал, что он попал в штаб военной разведки, в здание Главного управления разведки. Так это что получается? Мимо? Куда-то он попал, но куда был нанесен удар, это не новое здание. От слова совсем. Это получается, что и здесь мазилы. Интересно. То есть, возвращаемся к началу. Владимир Путин и его банда. А в данном случае во многом это население Российской Федерации, возрастной категории, конечно же, постарше. Они пока в ад не хотят. Они хотят управлять миром. Чтобы эффективно противостоять фашизму, надо наладить военные отношения с Мексикой, чтобы этот фашизм не распространился дальше. Надо создать военный союз с Мексикой. Пока не сменится власть в Канаде, мы должны заблокировать выход в Северный Ледовитый океан. В этой стране. Размышляют примерно одинаково. Что президент, что вот эти вот полоумные товарищи из его отрядов. Что с ними делать? Может быть действительно пора за дело взяться Гуру, СБУ, МОСАДу, ФБР, ЦРУ. И немножечко эту планету сделать лучше. Второе обнаружение. Сколько дыр внутри всего, куда была загнана армия. Генштаб сообщает, что вооруженные силы Украины продвигаются на Бахмутском направлении и преуспевают в районе Клещеевки и Андреевки. Генштаб. Вот давайте проанализируем этот участок фронта. Вот он сейчас на карте. Это продолжение работы наших войск по усилению с одной стороны оборонительных своих позиций вдоль железной дороги с Горловки на Бахмут. А с другой там есть по некоторым направлениям. Уже мы перешли железную дорогу. То есть развиваем наступательные действия. Создаем плацдарм. За этим искусственным рубежом железная дорога хороший оборонительный рубеж. Создаем плацдарм. Ну а дальше будет зависеть все от замысла главкома. То есть либо двигаться на Горловку на юг, либо на север на Бахмут. Мы в ближайшую неделю, я думаю, это как раз увидим. Развитие ситуации. Либо и туда, и туда одновременно. Плацдарм оптимально довести, то есть расширить плацдарм до пересечения шоссейки с Горловки на Бахмут. Она идет примерно параллельно железной дороге. А может быть и дойти до Бахмутки. Тогда будет проще, допустим, уже поджимать Бахмутский гарнизон российский. Можно взять будет под прямой оперативный контроль дороги, заходящие с Горловки и со стороны Дебальцева при подходе с юга. То есть расширение этого плацдарма и движение наше дальнейшее, оно опять же происходит постоянно. То есть там постоянная положительная динамика. Выполняются боевые задачи. Опять же, те же 100, 200, 300 метров в сутки, не больше. Но это постоянное движение, которое вынуждает россиян отходить по некоторым позициям. Либо связывает в боях, связывает достаточное количество сил, средств, которые они не могут перекинуть на запорожское направление. Или, допустим, снять и перебросить на херсонское направление. То есть эти боевые действия в районе Бахмута там связывают где-то 1050 войск, это минимум. Около сотни тысяч связано по луганскому направлению. Вот практически где-то больше трети войск связывается вот такими точечными ударами. Все сообщают, что огромные потери под Авдеевкой не останавливают штурмы россиян, сообщает Барабаш, начальник Авдеевской военной администрации. Враг хочет в том числе захватить Купинск. С этим методом он будет прорывать оборону. Хоть и пишет, что разведка Эстонии считает, что оккупанты попробуют дальше развивать свое наступление на восточных участках фронта, также разведка Эстонии оценивает количество оставшихся на российских складах боеприпасов примерно в 4 миллиона, а количество переданных к НДР в 350 тысяч. И несмотря на то, что на Авдеевском направлении враг несет колоссальные потери, даже написали уже Генштаб, что потери России в технике с начала штурма Авдеевки выросли на 40%, а личного состава вдвое. Роман Николаевич, оцените эти цифры, все равно он продолжает штурм. Авдеевка россиянам сейчас нужна уже и в политическом смысле, то есть для того, чтобы показать хоть какую-то победу для российского общества, потому что последнее количество потерь и практически никакое продвижение ни по каким из направлений уже прибило российское общество в плане наступательных действий, то есть отсутствие наступательных действий. Надо хоть что-то показать, что-то положительное вбросить. Второй политический момент, который важен сейчас Путину, ему надо дать на расторговку, то есть попытаться расторговать предполагаемое окружение Авдеевского гарнизона, расторговать, как в свое время от Дебальцева, то есть под Минск-3, может быть под Стамбул или там под Мальту, ну у кого какие задачи там стоят. Предложить, так сказать, выпуск окруженного гарнизона Авдеевского под замораживание ситуации вдоль всей линии фронта. И третья задача, это та, которая была поставлена тем же Путином, выйти на границы Донецкой области до 31 декабря. Правда, не сказал, какого года, но это такое. Подписывайтесь на канал и не пропускайте новые видео, пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы также будем вдячны за поддержку нашей работы на Патреон або других удобных платформах. Реквизиты в описании к видео.